ахо мои дорогие был у нас на прошлой неделе марафон и я хочу дать такой фидбэк хочу дать обратную связь потому что мы увидели в поле мы работали с внутренним ребенком кстати марафон был бесплатный он остается в записи и поэтому если у вас не было возможности быть с нами в прямых эфирах позаботьтесь о себе пожалуйста но кроме того что мы там делаем практику я читаю информацию из общего среза и нас было порядка где-то человек 500 получалось в прямом эфире потом еще тысячи полторы человек смотрит это где-то 2000 человек на марафоне это большое количество людей для того чтобы делать какие-то относительно объективные выводы про то что уже такой внутренний ребенок и что нам с вами там необходимо сделать для того чтобы мы были в этом месте там более гармоничная более счастливая и мы знаем да что внутренний ребенок это можно сказать наш творческий потенциал наше ядро сердцевина настоящее нативность наш наша душа но все время поле показывала что это своего рода такой портал входит вот в эту нашу самость это как нечто такая структура которая в чистом виде потенциал и я наверно для себя ее даже больше обозначила как точку роста точку роста это то зерно из которого все время что-то растет растет энергия растут наши истинные идеи наши мечты наше желание и вот такой знаете вот как у родничка родничок булькает и уже из него потом выходит ручеек река и она уже становится там в каких-то местах широкой вот точно так же и вот эта точечка вот она все время вот что-то такое подает и работа была внутри ядерной семьей с папой мама я то есть я взрослый я ребенок и я родитель и было очень интересное наблюдение когда мы работали с внутренними родителями это наша часть где мы себя принимаем где мы себе где нам с собой безопасно где мы себя направляем вот то есть наше такое хочу и могу наше такое родилась дел выдохнул вдохнул сказал реализовал то есть вот такая правая левая рука а вот и как раз вот этот вот росточек вот этот вот наш внутренний ребенок и есть то что создается как будто знаете есть у гончара рука есть внутри рука есть снаружи и вот она он создает вот эту вот структуру и поэтому с одной стороны это глина очень податливая очень мягкая в этих руках но чем искуснее бережнее нежнее в соответствии с ее качествами тем лучше сосуд этот может быть слеплен и это уже будет такое целое произведение которое может вмещать да уже там многое вот и когда мы зашли внутрь то было очень интересно что наша женская наша внутренняя женщина наша внутренняя мать в данный момент когда смотрела на наше детское она как будто не знала что с ним делать и для меня это был ответ что мы на самом деле внутри себя насколько безграмотные про то как нам с собой обходиться как нам себя слышать как нам себя любить потому что это внутренняя мать все время смотрела на наружу на периферию и она хотела узнать у кого-то как с этим обращаться и я думаю ребят что-то когда мы бесконечно учитаем кого-то кто нам рассказывает про нас и мы хотим извне где-то вне себя взять информацию про то как нам с собой быть из-за того что она не понимала что с ним делать а ребенок условно плакал кричал что-то хотел а вот и ну транскрибировала сознание вот как прям маленький ребеночек новорожденный который не может сказать но у него есть потребность и вот так же наверное и наша душа условно а не может сказать что есть сейчас надо вот это сделать и вот это надо реализовать ведь ее мечты и желания они же вселенские мы заходили в этого внутреннего ребенка и видели вообще вселенское горе когда у него там что-то отобрали или ему что-то не дали или его незаслуженно наругали или не могут удовлетворить его потребность там в тепле в безопасности то есть у него там вообще все рушится это вселенское горе это она нет механизмов как этому противостоять вот и поэтому ребенок плачет мать отходит потому что у него поднимается агрессия и агрессия потому что она несостоятельна она не может сейчас она не понимают что ему нужно у него поднимается у него агрессия вплоть до того знаете чуть ли не голову на откусить это когда вот этого ребенка вот так вот дергаешь мы говорим через внешние призмы но на самом деле это же внутри нас все эти энергии это внутри нас мы так собой и поэтому наша женская отходила и мужское тоже потому что мужское смотрела на внешний мир и была абсолютно уверена что жизнь это тяжело и только уже после проработки смотря на то как ребенок играет как он радуется этому миру а он же есть настоящий он же и есть то истинное и мужское училась именно у детского что можно не работать а играть можно через юмор можно через через игру жизни вообще вообще жить проживать вот и женская исцелилась после когда стало понятно вообще о чем идет речь это когда исцелилась женская как телесность наша самки когда наша интуиция знаете когда здоровая мама различают до 40 видов плача ребенка и она знает что ему нужно это когда внутри нас внутри нашего женского материнского есть вот этот камертон со настройка на свое я со настройка на свое вот это истинное и она чувствует что он хочет а мужское знает как это реализовать весь она знает его лизнуть укуснуть почесать накормить додать то есть все шло через вот такой вот базовые наши потребности через интуицию через тотемность прям знаете когда мы прям низом живота когда мы прям копчиком чувствуем это даже не сердцем хотя ребенок в сердце это женская материнская которая может вот так вот быть сонастроенным почему она раненая понятное дело в принципе женская история у нас а второе мы никогда не были сонастроены на себя нам всегда говорили что кушать что одевать даже знаете вот когда там на ребенок упадет и маленькие еще родители подбегают играть не больно не больно не больно а телу больно и ты не понимаешь кому верить потому что ну это же мама говорит а она же там в данный момент бог вообще до двух лет сознания ребенка и она вообще лучше про этот мир знаю и сбита наша вот это самость как как природа как чувствование повторюсь еще раз как интуиция даже не интуиция ну вот как у самки вот вот это природная хвост копчику живот спинной мозг который сонастроен прям на базовые потребности вот и потом это вот в поле любви мужское уже знала как это правильно реализовать вот это была такая очень красивая работа вплоть до того что даже на третий день я не очень понимал что можно нужно будет делать если уже так все красиво у нас случилось вот этот вот унисон вот этот вот это триада сложилось но так как мы парковали на на вот этой матрешки ребенок родитель взрослый и очень важно чтобы они правильно между собой коммуницировали потому что если мы в детской позиции мы не можем ни денег заработать мы не можем они адекватно как-то реагировать на эту жизнь если мы в родительской все время позиции задерживаемся мы тогда все время о ком-то заботимся мы все время несем о ком-то ответственность а если мы все время во взрослой позиции задерживаемся мы все время взрослая нету этой игры нету нету развития тоже и поэтому эти все роли должны были внутри себя быть так простроены что в зависимости от внутреннего и внешних обстоятельств Обстоятельств двигаются, и тогда это прям оркестр такой, где мы и даём себе энергию, и реализуем, и развиваем, и из этого истинного энергия у нас есть, и творчество у нас есть, и как это всё сделать, реализовать, показать, есть. И вот этот наш взрослый, он точно так же долгое время был направлен сканерами и навне. И это очередной раз подтвердило, что, ребят, все вопросы внутри нас, все ответы внутри нас, нужно выстраивать гармоничные отношения с самим собой, нужно чувствовать своё тело, что оно хочет, нужно ощущать свои истинные желания, нужно простраивать вот эту часть внутри себя, потому что она вообще в первокодах, она вообще, если инско-янская структура, мужско-женская, это, в принципе, наша центрированность, то ядерная семья, папа, мама, я, это вообще такая базовая шестерёнка, да, которая уже вот даёт тебе взрослую структуру личности, у тебя всё есть, ты только играй, только развивайся. И я очень благодарна за эту работу всем, кто был очередной раз, увидели, что работать на внешних бортах почти безрезультатно. Ну, я про то, когда мы приходим, мы хотим денег, мы хотим партнёрки, мы хотим семью, мы хотим жильё, мы хотим реализации, мы хотим, там из вне ничего нет, всё внутри себя, всё внутри себя и никогда не поздно это своё, своё царство-государство простраивать, вот, и выходить на другую зону развития и на другую зону счастья. Это такая была хорошая превентивная работа для того, чтобы работать с темой родителей, когда мы уже несём ответственность за своих детей, вне зависимости от того, сколько им лет, когда мы со своими партнёрами простраиваем уже из вот этих триад свои коммуникации, и они самые базовые, самые первичные, на которых мы, в принципе, строим всю свою жизнь. Вот, поэтому пользуйтесь, всё в бесплатном эфире, вот, кто готов, кто двигается с нами завтра, добро пожаловать, мы идём более глубокую работу, именно уже по работке с детками. Есть они у вас или нет, я много раз говорила о том, что важно работать с этим системным местом до того, как ребёнок родился, именно на него мы приводим свою жизнь и партнёров, и судьбу, и так далее. Это и есть уже наше будущее, но пока мы не собраны внутри, пока мы не соностроены с собой, мы не сможем точно так же соностроиться ни со своим ребёнком, ни с его ядром, ни с ядром нашего партнёра. Поэтому помним, что в этой вертикали и горизонтали наша хата в нашем сердце, здесь живёт наше истинное Я, внутри нашего живота наша Мать, наша энергия, наш хвост, наша природность вот эта архаическая. Здесь у нас наш наработанный опыт, наш интеллект, наше здравомыслие, и соединяя это здесь, только из этого места мы можем по-настоящему проживать ту жизнь, которую мы хотим. Поэтому гармонизации и центрированности вам, и пусть ваша игра приносит вам радость. Спасибо огромное, отчиталась, люблю, целую, обнимаю. Была с вами ваша Эва, и до встречи. Спасибо.